По сути, никто не хочет заниматься политикой. В Советском Союзе политикой государство занималось Министерство иностранных дел. Да потому что государство работало на народ. Все для людей было бесплатно. Лучшая медицина, изумительное образование, спокойная старость и обеспеченная. Мы в политику не лезли. Не было у нас олигархов, не было и все. Я бы оценил, если бы внутри государства все было достойно. Ан, нет. Господа олигархи забыли или не верят Господа Бога нашего. Тогда зачем вы молитесь? Вы даже не понимаете сути. Господь говорит, богатство никому не нужно. А вы богатеете. А все, кто работают на вас, беднеют. Это наша тема. Да как она нас достала? Не знаю, но я не думаю, что кто-то за ваши миллиарды будет воевать. Да, вы платите и организуете свое мнение. Другого не дано. Другое вы похоронили. Но другая вещь есть. И она в Ютьюбе. Вы хотя бы туда посмотрите. А теперь ваше мнение высказанное в эфире. ГЭС на Магадане. Строить некому. Все слиняли. Конечно, слиняют с никакой зарплатой. С нормальной будут жить. Только давайте определимся с историей России. Это самая холодная страна в мире. И если вы хотите жить, зарплата должна быть в 10 раз выше, а то и в 20. И тогда все будет хорошо. А так, и вы не читали мародера. Так вот, Беркем говорил о Челябинске 70. Ну, здесь-то пока все нормально. Но мародеры будут в других и разваленных городах. А там докаратели, и им не захочется им становиться. Зачем им умирать за голигархов? И вот вы внезапно решили в очередной раз колбасануть свой народ. Да, базара нет. Отняли 5 лет и в рабство его. Ну, клево так. Обосрательно. И вы уже поняли, что вы достали народ. И решили купить все на местах. Нет? А вот то, что есть в Челябинске. Муниципальный фильтр подписи организуют. Для того, чтобы хотя бы два кандидата в губернатор были. От Единой России и от ОДПР. То есть подписи им Единой России организуют. А нам надо искать самого движенства. Естественно, мы же оппозиционная сила. Они очень рассчитывают, что нашей партии не будет на этих выборах. Нашего кандидата в губернатор. Почему? А потому, что у нас не хватает. У нас коммунистов районных поселковых 30 человек. 33 человека, по-моему. А надо 277 подписей. Пока одобрение дали. 170 с лишним человек. Поэтому еще столько же нам надо поработать. Поверьте, вы хотите управлять быдлом. А с чего вы решили, что творческие и лучшие люди решат быть быдлом? Да не хотим мы этого. Потому что есть та партия, которая была за народ. Народ, который колбасил всех. Не начальники лепили историю. Народ бил гадов, бил не по-детски. Не надо из народа делать быдло. Не такие мы. Вы забрали коммунистов эфир. Но есть газеты, есть интернет. Вы сделали олигархическо-бюрократическую историю. А это никому не нужно. Да, мы не крутые. Я хочу растить ребенка. Я просто жить хочу, а не существовать. Мы это делали 40 лет назад. Мы знали, что запланировано на 5 лет и будет исполнено. И это вернется. Хотите вы такого или нет. Потому что вы уже история. Ваши бабки просрут ваши дети. Да, это будет не скоро. Но мы обязаны показать, как мы жили без вас. И покажем нашим детям. И пусть они сами думают и действуют. За ними ихнее, да и наше будущее. Нам осталось только двинуть во власть тех, кого бабосами не заманишь. И ведь есть такие. Это чувства народа. И это лучшее из этих чувств.